Приветствуем всех зрителей нашего канала. С вами снова Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР. Мы продолжаем раскрывать правду и проливать свет на темные пятна глобальной политики и истории. В предыдущих сериях мы предоставили непровержимые доказательства деятельности преступного гей-сообщества во главе с Володиным Вячеславом, которые были завербованы деструктивной сатанинской сектой Хаббат-Любавич. Все вместе они давно уже занимаются разграблением и уничтожением нашей Родины. Мы рекомендуем вам обязательно обратить внимание на эти серии. В этом выпуске мы подробно остановимся на деятельности этой секты и ее связи с гибридом человека-клоном, которого в средствах массовой информации называют Путиным, который предоставил путь иным. Эти иные регулярно похищают детей, устраивают человеческие детские жертвоприношения, пьют кровь, организовывают теракты и войны, тайно ведут нашу страну к гибели, пока большая часть общества находится в неведении и дурмане. Это не страшный сон, это реальность, в которой мы живем. Это ужасная беда, это раковая опухоль. У нее есть конкретная причина и есть виновные, которые засадеянные заслуживают самой высокой меры наказания. Многие из наших граждан все еще думают, что Путин находится на стороне народов СССР и якобы защищает суверенитет, борется с мировым злом. В этом фильме мы докажем вам обратное. Мы предоставим доказательства реальной идеологической приверженности всех клонов фигуры Путина к иной враждебной нам религии, а точнее преступной и запрещенной ультра-ортодоксальной секте, которая хочет уничтожить все живое и светлое человечество. Если сложить все детали этого загадочного и криминального пазла, то станет понятно, что Путин и есть тот самый Мшах. Под маской лжепрезидента скрывается многоголовая гидра, как реальный прототип Третьего Рейха. Это не человек, это многоликий дракон в руках манипуляторов, который больше 20 лет водит народ за нос. Он также является педофилом и покрывает главных маньяков, сатанистов, педофилов и насильников страны. Антисоветскую, радикальную террористическую преступную группировку под названием Государственная Дума Российской Федерации, которая не имеет никакого права не то, чтобы издавать законы, а вообще существовать на белом свете. Они все подлежат полному развоплощению. Поддерживайте наши видео, оказывайте помощь в распространении, чтобы как можно быстрее прекратить эти жестокие издевательства и унижения нашего народа. За основу данного фильма взято открытое обращение к Путину от Светланы Лады Русь. Постарайтесь набраться терпения и смелости, ведь эта информация не для слабонервных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Как вы относитесь к возможности увеличения срока президентских полномочий и к возможности избираться на этот пост три и более раз? Я отношусь к этому отрицательно. Я позволю себе все-таки говорить более официальным языком. У меня не было соблазна остаться на третий срок. Никогда. С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую конституцию. Конституция прописана. Нельзя избираться более двух раз подряд. И поэтому ваш покорный слуга не стал менять эту конституцию под себя, оставил первый пост государства и перешел на более скромную позицию, но очень важную, конечно, для жизнедеятельности государства. Я никогда конституцию не нарушил. И никогда не менял конституцию. Так что я буду работать в рамках основного закона России. Конечно, если избиратели дадут мне такую возможность работать, еще один срок буду работать, разумеется, с полной отдачей силы. Я всегда строго придерживался. Придерживался и придерживался Конституции Российской Федерации. Конституция в Конституции ясно прописана. Не будет двух сроков подряд. Вот сейчас у меня второй срок подряд. Я против того, чтобы кто бы то ни был, и какими бы соображениями благими он не руководствовался, нарушил Конституцию нашей страны. В марте Путин раскрыл истинную цель изменения основного закона страны. Это возможность персонально для него оставаться у власти до 2036 года, то есть до своего 84-летия. Именно по моей инициативе, как вы знаете, началось широкое обсуждение возможных изменений в основной закон страны. Второе предложение. По сути, означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. В данный момент люди ждут от Владимира Путина разных вещей, а некоторые вообще ничего не ждут. Гражданин Путин, к вам обращается избранный лидер народа России Светлана Лада Русь. Я, выполняя долг лидера, обнародую все вопросы, которые у народа России возникли к вам, как к президенту, находящемуся у власти уже 24 года, и намеренному быть у власти еще 6 лет. Народ должен подвести итоги ваше управление и понять, а что ждет его в ближайшие 6 лет, если вам удастся опять провести себя во власть над нами, гражданами России. Мне в страшном сне не могло присниться, что я когда-нибудь буду участвовать в выборах, потому что мне кажется, что это абсолютно бессовестная идея. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. В первом открытом письме я кратко описала экономические итоги вашего управления. Это по сути разрушение экономики страны, если опираться на цифры, а не красивые фразы. А в этом втором письме я хочу проанализировать причины такого стиля, с позволения сказать правления. То есть понять, в чьих интересах вы правите нашей страной, нашим общим домом. Итог. Как вы видите, славяне дерутся, а евреи договариваются. У них есть возможность с двумя этими враждующими флагами танцевать и тем самым способствовать миротворческим усилиям. Трагедию разрушения России предсказал еще в XVIII веке монах Авель, назвав ее жидовским игом. Он сказал, будет жид скорпионом бичевать землю русскую, грабить святыни ее, казнить лучших людей русских. Я считаю, что это и происходит сейчас на наших глазах. Давайте вспомним. 350 журналистов и правозащитников были убиты, потому что они говорили правду. 46 генералов странным образом скоропостижно погибли или умерли за 10 лет, когда они начали выступать против разрушительных реформ армии, которые проводил ваш министр обороны Сердюков. Сколько сейчас сидит политзаключенных в тюрьмах, знают все активные и грамотные люди. По посадкам на тысячу человек Россия стоит одна из первых в мире. У нас сегодня пикет в защиту политзаключенных. Изначально это были пикеты, посвященные узникам 6 мая. Но у нас каждый день появляются новые какие-то политзаключенные. И появляются новые имена, которые нам приходится здесь озвучивать на этих пикетах. К сожалению, власть не обращает на нас никакого внимания. У нас есть противники, которые приходят сюда нападать на нас, как-то оскорблять нас. Но есть люди с другой стороны, которые идут мимо и поддерживают. Поэтому мне кажется, что не зря мы здесь стоим. Мы рассказываем людям о том, что они живут в стране, где есть политзаключенные. Путин! Позор России! Путин! Позор России! Путин! Позор России! И вот сейчас мы понимаем, кто всем этим руководит. В сети интернет опубликованы списки евреев, которые руководят нашей страной. Во-первых, все 106 российских миллиардеров – это евреи. Вы однажды сказали, что российский шоу-бизнес состоит из евреев и педерастов. Иногда, я сказал, добавил, что иногда в одном лице. Да. До сих пор эта ситуация сохраняется. Она усугубляется, знаете. Со стороны евреев и со стороны педерастов. Со стороны педерастов. Численность евреев остается незыблемой, понимаете. А этих добавляется. Почему евреи, которых в России, по данным переписи 2021 года, всего 82 тысячи, а это 0,06 населения, заняли все руководящие посты в нашем государстве? Это демократия, власть большинства. Как нам это понять? Вот краткий список самых главных лиц страны еврейской национальности. Я опускаю их должности, я думаю, их и так все знают. Итак, Михаил Мишустин, еврей. Дмитрий Анатольевич Медведев. Валентина Матвиенко. Вячеслав Володин. Шувалов. Заместитель администрации президента Козак. Сечин. Кириенко Сергей. Министр финансов Силуанов Антон. Зампредседатель правительства Татьяна Голикова. Еврейка. Министр иностранных дел Лавров. Еврей. Министр обороны Шойгу. Ривлин. Еврей. И так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Президент России Владимир Путин сегодня удивил всех присутствующих при всем честном народе, поцеловав живот незнакомого ребенка. Прогуливаясь по территории Кремля в окружении своих советников, президент России подошел к мальчику лет шестин, задал ему несколько вопросов, после чего на глазах у земленных родителей, силохранителей, министров, журналистов и самого ребенка задрал ему футболочку и поцеловал в животе. После этого Путин летировался. Ладно, когда родители целуют своих детей в живот, но когда это внезапно делает президент, а потом вскакивает и неловко уходит, это вызывает много вопросов. Вскоре Литвиненко написал статью, в котором дал свое объяснение произошедшему. В статье он озадачился, как так получилось, что Путин закончил институт имени Антропова, в который очень сложно попасть, из которого один путь в разведку, но в разведчики Путина не взяли. Литвиненко объяснил это так. Путина не взяли во внешнюю разведку из-за того, что было установлено, что он страдает педофилией. Как рассказали знающие люди, об этом его половом недуге узнали не сразу, а незадолго до окончания института. Сразу же после того, как Путин был назначен директором ФСБ, он начал выискивать собранный на него в спецслужбах компромат и уничтожать его, тем самым готовя себе к будущему президентству. В то время Путинам были найдены в управлении собственной безопасности ФСБ видеозаписи, где чекистам удалось записать своего будущего шефа, в то время, когда он занимается сексом с несовершеннолетними мальчиками. У видеозаписи Путина с мальчиками знал и расстрелянный у подъезда своего дома заместитель директора ФСБ генерал-полковник Анатолий Трофимов, который в узком кругу доверенных лиц частенько сокрушался о том, что ФСБ попало в руки к педофилам. О том, что Путин страдает половым извращением за неделю до таинственной гибели, писал и главный редактор газеты «Совершенно секретно» Артем Боровик. Сегодня ему 65 лет, 17 из которых он провел у власти. Да здравствует президент России Владимир Путин! Все только, чтобы не заострять внимание на возрасте юбиляра. Владимир Владимирович, я пожелаю крепкого здоровья и долгих лет сошливой и благополучной жизни. Посмотрите, вот так он выглядел в 2003-м, так в 2005-м, в 2007-м, так в 2010-м. Почему они скрывают свои фамилии настоящие? Например, Медведев Мендель, Кириенко Израильдель, Лавровка Лонтарь, Шойгу Ривлин, Патриарх Яруси Кирилл Вексельман. Наша страна всегда была многонациональной и по признаку национальности никто никого не преследовал. И дело, наверное, не в национальности, а в идеологии, о чем речь будет дальше. Но надо отметить, что очень много информации, что и вы, гражданин Путин, тоже еврей. В открытом доступе публикуются сведения, что девичьи фамилии вашей матери Шеломова, которые происходят от древнееврейского имени Шелому. На этих старых фотографиях родители Владимира Путина, Владимир Спиридонович и Мария Ивановна. Оба, как в свою очередь, и их родители по происхождению из Тверского уезда. Но не только генеалогические изыскания указывают на вашу еврейскую национальность, но и сами евреи признают это. Уважаемый президент Путин, вы родились и вы родились в городе Ленинграде. Я видел дом, в котором вы родились. Я видел еврейскую бабушку. Я видел место, которое иногда за вами ухаживало. Ваша семья выжила эту тяжелую блокаду. По словам бывшего главы Харьковской еврейской общины Эдуарда Ходеса, Так вот, вероучение Хаббада очень простое. Есть два вида души. Божественное и животное. Божественное у евреев, животное у гоя. Все. В его поездке в Израиль, еще до вашего первого избрания, еврейский предприниматель Ицхак Радашкович называл вас своим троюродным братом и говорил, что вы имеете большие перспективы в политике в России. А спустя три года вы сделали головокружительную карьеру от заммэра Санкт-Петербурга до президента России. Борис Березовский в интервью газете «Коммерсант» номер 129 от 15 июля 2005 года. Говорил, Путин переедет в Израиль, получит еврейское гражданство, так как этнические евреи по матери, получит десятилетнюю визу в США. Если серьезно говорить, сегодня самый крупный олигарх в России – это Путин. И Абрамович – его прямой партнер по разнообразному бизнесу. И понимаете, все эти сказки по поводу того, что Абрамович, не советуясь с Путиным, мог покупать, например, «Челси», ну, это сказка для малограмотных или для лиховерных. Безусловно, это согласованные действия с Путиным. И, безусловно, Абрамович является одной из ключевых фигур в команде Путина в целом. И поэтому, в общем, он себя чувствует достаточно свободно ровно до тех пор, пока этот режим у власти. А есть видео, где главный раввин России Берл Лазер открыто рассказывает, что Путин в детстве воспитывался на Талмуде. Также он говорит следующее. Он, то есть Путин, взял документы по организации еврейской школы, пришел к заместителю мэра Питера, сказал, «Я сам еврей. Я собираюсь дать разрешение евреям открыть еврейскую школу». Я думаю, что многие из вас слышали историю, которую Путин мне рассказал, будучи еще премьер-министром. Он рассказал мне историю, как он маленьким ребенком рос в коммунальной квартире. В соседней комнате жила семья евреев-хасидов, которая практически усыновила его, потому что его родители были очень бедными, и оба работали допоздна на двух работах. Эта семья хасидов кормила Путина и помогала делать ему домашние задания, брали его с собой в магазин, и он помнит вечера пятницы за столом. Он помнит, как отец семейства накрывался с головой, и молился в течение нескольких часов. И потом, сидя за столом в шаббат и после окончания трапезы, доставал талмуд и сидел часами, изучая его. И никто не знал тогда, что этот маленький мальчик станет президентом России. Но до этого, когда он был вице-мэром Санкт-Петербурга, он услышал, что министр образования не хочет давать разрешение на открытие еврейской школы. Мы пытались открыть еврейскую школу, но министр образования не давал разрешения. Путин попросил меня принести ему документы и позвонил министру образования. Путин спросил, почему вы не даете разрешение открыть еврейскую школу. Путин сказал, я сам еврей, я собираюсь дать разрешение евреям открыть школу в Санкт-Петербурге. В министерстве ответили на запрос еврея Путина удовлетворительно. И тогда он взял бумаги и подписал их. Потом позвонил мне и рассказал эту историю. Таким образом, он отплатил еврейскому народу за все, что мы для него сделали. Еще один яркий факт. В 2012 году Путин посетил стену плача, что было его давнишней и заветной мечтой, по его же словам. Стена плача в Иерусалиме – это сакральное место для всех евреев мира. Вот мы сейчас пришли, помолились, чтобы храм был. Если будет храм, все люди увидят, что есть Господь Бог, не будет ничего плохого. Если все увидят, что есть в этом мире хозяин, хозяин – это Господь Бог, будет счастье и радость всем. Дай Бог, чтобы Господь вас услышит. Аминь. Спасибо вам тоже. Всего хорошего вам. Удачи. Созданные, чтобы подчинить нас. Сделать из нас всего лишь это. Нет. Я не верю вам. Так не может быть. Я не сказал, что будет легко. Я лишь обещал открыть правду. Стоп. Отпустите. Дайте мне уйти. Не хочу. Сместили главные святыни здесь, в Иерусалиме. Вы вознесли даже молитву «Стенны плача». Осмелюсь спросить, о чем вы молились Богу? Нет, но это одна из святынь еврейского народа. Это один из толпов мировой религии, которой является иудаизм. Иудаизм, как известно, это одна из четырёх традиционных религий в нашей стране, и этот статус иудаизма установлен законом Российской Федерации. Кому это место принадлежит? Сначала там была поставлена синагога, потом другие культовые сооружения, потом третьи и так далее. И, честно говоря, я и раньше был тоже здесь, я смотрел, и у Синоплача был тоже, но так вот подробно я не имел возможности с ним познакомиться, мне было очень интересно и полезно. И он надел кипу, знак принадлежности к иудаизму, белую кипу. Это непростой знак вежливости, как нам объясняют. Белую кипу имеют право надевать только иудеи-хасиды, как, например, в Паруославии, ириасу надевают не по желанию, а только священники. Путин отмечает многочисленные еврейские праздники. Добрый день, уважаемые друзья. Думаю сказать, что для этого зала картина несколько необычная. Вы знаете, что и правительство, и глава государства, ваш покорный слуга. Хочу отметить и тот вклад, который сделал еврейский народ в развитие нашего области. И я хочу вас за это поблагодарить. На встрече в Кремле в 2002 году он поздравил всех присутствующих со знаменательной датой, столетием со дня рождения, внимание, 7-го Любавического рябея, Менахимя, Мендела, Шнейрсона. Хочу вас всех поздравить с приближающимся традиционным праздником Песаха, и вас, вашим лицем, всех евреев России, и нас всех. Минуют всякие проблемы, потому что так, по-моему, отчасти переводится само слово Песах. Которого зовут царем Машаахом во веки веков. Миллионы евреев во всем мире считают этого человека Машаахом, Мессией, современным Моисеем, духовным лидером, который должен положить начало эре мира на земле. Музыка Музыка Что рэбе, потомок Давида, Именно тот, кто выведет нас из изгнания. Мы верим, что он, и именно он, возглавит, как истинный праведный Машиах, наше освобождение. И о других народах пекся рэбе. Будучи верным толкованием рамбома, рэбе обратился с воззванием к мировому человечеству, главам государствам. Рэбе предложил задуматься и осознать свершающиеся в мире перемены, свидетельствующие о наступлении эры освобождения. Евреи собираются в стране Израиля, в стране возродившейся из вековых чаяний. Ошеломляющие события в мире. Рухнула империя зла, которая, казалось бы, должна была существовать вечно. Возникли новые государства в Восточной Европе и Азии. Изменилась карта мира с неимоверной скоростью и почти без кровопролития. Он готовил нас к переворотам в Восточной Европе. Он объявил год 5750-1989-1990 годом чудес. И года тому назад, когда Горбачев, который уже был выброшен из всех своих постов, приехал в Израиль с таким полуофициальным визитом. Один день он был в моем университете. И меня начальство университетки попросило заняться его приемом. Ну, мне трудно передать, насколько он был поражен. Удивлено, начался мы спорить, что этого не может быть. Я вам-то вам говорили, что, слушайте, поэтому я слышал об этом ваших петербасинах Арбальевых. Я мог бы подозревать, что они проникли как-то в Кремль и что-то такое выкрали. Но планы-то у меня и регламения, как он говорил. А потом, год или два спустя, уже были планы, но то, что получило в действительности, конечно, этим планам не соответствовало. Потому что все мы знаем, что Горбачев хотел не ответить. Единственное, что осталось теперь, это встретить праведного Машиаха, чтобы он мог выполнить свою миссию и освободить еврейский народ из изгнания. Хаббат отправляет своих посланников по всему миру. Сеть у них огромная и очень смахивает на агентуру. А скорее всего, так оно и есть. Есть все основания говорить, что Хаббат – это ни много ни мало филиал ЦРУ. Ведь действуют хаббатники так же, как и агенты этой спецслужбы. А последний рэбби Хаббадыш Нейрсон работал на Пентагон. Вот мы и поднялись повыше наших силовиков и чиновников. Про ЦРУ много кто чего слышал, но только никто не применяет это к себе. Но погодите, ЦРУ создавалось-то как раз именно для вас лично. Устав ЦРУ с пунктами о ликвидации Советского Союза коснулся, конечно же, вас. Это у вас на столе теперь больше нет натуральной колбасы, и в квитанции за ЖКХ после развала Союза больше нет копеечных сумм. Это у вас сотни ли возможностей получить бесплатную квартиру от государства, бесплатную медицину, бесплатное и самое лучшее в мире образование, ну и так далее. Вспомним, что ЦРУ было создано после Второй мировой войны при участии на деньги Рокфеллеров. Первым директором ЦРУ был однокашник Рокфеллера Аллен Даллес. Как минимум тысяча нацистов стали служить в ЦРУ. Созданием ЦРУ активно занимался нацистский генерал Рейнхард Гелен. В уставе ЦРУ была прописана цель – разрушение СССР и всего лагеря социализма. Эта цель давно выполнена, но нам беззастенчиво представили госпереворот 93-го года по сценарию цветных революций ЦРУ как волю народа. Получается, вы лишены всего в своей стране, в том числе и прав хозяина страны, по своей собственной воле. ЦРУ было создано в 1947 году, и через короткое время по миру расползлась паутина цветных революций и военных интервенций. Американский журналист и публицист Уэйн Мэтсон писал, что в ЦРУ следует отправить упаковку из 64 цветных карандашей по одному на каждую революцию, подготовленную Вашингтоном за период с 2000 по 2015 год. Во всех революциях, которые были замаскированы под волю народа, всегда находится внешнее управление. Например, по поводу Тюльпановой революции в 2005 году посол США в Киргизии Стивен Янг сказал, то, что происходит, касается решений киргизского народа, но США гордятся тем, что могут выступить в роли помощника. На Украине произошли уже две цветные революции в 2004 и 2014 году. Госдеп США признался, что с 1992 по 2005 год потратил 3 миллиарда долларов для отторжения Киева от Москвы и разворота украинцев на запад. Поддержка украинского Майдана в 2014 году обходила США в 1 миллион долларов в день. И после госпереворотов на власть ставят марионеток Запада, которые послушно исполняют волю своих хозяев. Выясняется, что ЦРУ и создавалась с целью тайного захвата стран через спецоперации, спектакли народных движений, чтобы сам народ ни о чем не догадывался. Посмотрите, разве госпереворот 1993 года не содержит все признаки цветных революций, то есть захвата власти Америкой руками ЦРУ. Ельцин каждый свой шаг по захвату Белого дома согласовывал с президентом США Клинтоном. Путин признал, что кадровые сотрудники ЦРУ сидели в российском правительстве и занимались приватизацией советского имущества. После госпереворота Конституции основные законы нам прислали из-за рубежа. Госбанк СССР превратился в центробанк неизвестного олигарха, которому Госбанк был просто подарен со всеми золотовалютными резервами и печатным станком. Этот факт тщательно скрывается от народа России. По всей логике вещей, центробанк принадлежит к плану Рокфеллеров, так как именно он оплатил разработку гарвардского проекта. Именно он разорил экономику Советского Союза, завел нашу страну в кризис, подсадив ее на непосильные кредиты. Именно он разработал сценарий перестройки, сидя в своем особняке в Нью-Йорке. В разгар событий 1993 года Рокфеллер приезжал на российско-американский банковский форум, то есть собственноручно реорганизовывал банковскую систему России. А кто платит, тот и заказывает музыку. Не зря закон о центробанке написан так, чтобы отделить центробанк от государства и поставить его над президентом и правительством. ИЦБ может судиться с государством в иностранной юрисдикции, например, в суде Нью-Йорка. То есть у нас просто своровали Госбанк со всеми его богатствами и правами? Разве все это не доказательство внешнего управления страной? Публикуются факты, что Горбачев с супругой были агентами ЦРУ, а Гельцин был агентом МИ-6. Известный экономист Линдон Ларуш говорил о развале СССР. В Советском Союзе есть люди, которых можно квалифицировать не иначе, как предателей Советского Союза. Эти люди сегодня в России у власти. Они связаны с Великобританией. Большинство из них училось в Англии. Горбачев после разрушения СССР получил от Рокфеллера 75 миллионов долларов. Явно за удачно выполненную спецоперацию по разрушению страны. Ельцин еще в 1989 году летал в Америку на ужин к Рокфеллеру и даже пользовался там его личным самолетом. А из архива телефонных переговоров Клинтона и Ельцина известно, что 21 сентября 1993 года, за несколько часов до подписания указа номер 1400, Клинтон пообещал Ельцину 2,5 миллиарда долларов на реформу. Все это свидетельствует о вмешательстве во внутренние дела нашей страны западных спецслужб и банкиров. То есть страна наша тайно колонизирована. К рулю поставлены марионетки Запада, а нам говорят о суверенитете, которого в таких условиях быть просто не может. Есть видео, где Путин зажигает минору вместе с главным раввином Берлазером. Сделать это не еврею никто бы никогда не позволил. Вопрос. А зачем скрывать от нас, граждан России, вашу национальность? Зачем делать из себя православного, посещать храмы, креститься? Это же святотатство неправославному играть роль православного. Зачем вас пиарят, как русского, у которого родители жили в деревне под Тверью? Видимо, потому что дело не в национальности, а в идеологии. Народу России Конституция запрещает иметь государственную идеологию. А вот тем, кто правит Россией, по-видимому, предписанная идеология. И очень жесткая. Для меня это не пустой звук. Я знаю это не понаслышке, а по рассказам своих родителей. Потому что отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который действительно умер. Речь идет об идеологии секты Хаббат. Которая проникла в Россию сразу после госпереворота 1993 года. Сначала из штаб-квартиры Хаббата приехал Берлазар. И только с приходом Путина. В 1999 году на первый план вышли Борода и Лазар. Никогда ранее Хасиды не занимались столь высокого положения в России. Ему сразу же после вашей инаугурации было дано российское гражданство. Берлазар. Главный раввин России. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 До этого десятилетия евреи не имели такой возможностей. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня благодаря вам еврейская община процветает. Люди чувствуют себя комфортно. И мои друзья, которые работают в разных странах мира, сегодня уже по-хорошему завидуют. Поэтому спасибо вам! Вы поспособствовали постановке его на пост главного раввина России. А затем в регионы России из Нью-Йорка приехали еще 200 посланников Хаббада и штаб-квартира в Америке. И они подчиняются жесткой диалоге, изложенной в книге Тания. Профессионалы-лингвисты, юристы, религиоведы провели экспертизу Тании и сделали вывод, что учение Хаббад – это религиозный экстремизм, целью которого является физическое уничтожение всех ГОЭВ, то есть неевреев. Тания учит своих адептов, что мир создан только для евреев, только они обладают божественной душой, а остальные люди имеют душу животную, которая сравнивается с нечистотами. Вот точные цитаты. Души неевреев и их физическое существование происходят от совершенно нечистых клепот, в которых нет добра совершенно. Клепот – это понятие в Каббале, которое означает зло и демонические силы. Клепот называется «рвота и испражнение», пишет Тания. Их влияние подвергается и от них исходят души всех других народов. Вот поэтому все народы мира, кроме евреев-хаббатников, не угодны их мессии Машааху, поскольку они ему противны, как рвота и испражнение. Это мы, все неевреи. И Машаах, пришествие которого так ждут члены Хаббат, прилетит только тогда, когда его адепты уничтожат все человечество. Цитата. Все нечистые клепот будут уничтожены, совершенно обращены в ничто. И апофеозом всемирной истории для хаббатников является уничтожение всего живого, за исключением миллионов еврейских душ-искр, которые объединятся в первозданные 600 тысяч еврейских чистых душ и начнут процесс вечного парения над пустынной землей. Внимание! Вечное парение – это тоже бесплотное существование. Значит, адепты Хаббата готовы себя принести в жертву во имя уничтожения всего человечества. Это ли не тоталитарная секта, против которой так воюет еврей Дворкин? Но таково учение Тании. Многие не верят в то, что ядерная война возможна, потому что погибнут все, и все это понимают. Но оказывается, адепты Хаббата как раз и готовы, и хотят погибнуть во имя своей главной цели – гибели всех жителей планеты. Не это ли идеология сейчас и нагнетает кровавые конфликты, готовя нас психологически, предрекая ядерную войну? Может, поэтому с вашим приходом к власти в России начались теракты, больше похожие на кровавые жертвоприношения? Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Осень 1999 года. Волна кровавых взрывов обрушивается на российские города. 20 лет назад, с 4 по 16 сентября в 1999 году, в Москве, Буйнакске, Волгодонске произошла серия терактов. В результате взрывов жилых домов погибли 307 человек, более 1700 получили ранения. По ночам один за другим взрываются многоквартирные дома. Волна кровавых взрывов Дети, которые знают об этой страшной истории России только по рассказам старших и тому, что им скормят по телевизору. Все это было представлено как вина, естественно, нового руководства российского. И что якобы это было сделано для того, чтобы поднять рейтинг Путина. Жесткая реакция обеспечила тогда никому неизвестному премьеру рост популярности перед его первыми президентскими выборами. Октябрь 2002-го. В театральном центре на Дубровке в Москве состоялась премьера мюзикла «Норд-Ост». Посреди выступления в зал ворвались чеченские террористы. Они захватили в заложники 916 зрителей и артистов театра. Люди в масках и с автоматами требовали вывода российских войск с территории Чечни. Мы пришли в столицу России, чтобы остановить войну. Но ответственность за это, в первую очередь, несет президент. Вы представляете, что происходило в этой школе? Одновременно, с трех сторон, там, где находились заложники, обстреливали силовики. Если в стране политический террор, то президент странно несет за это ответственность. Гитлера все ненавидят. Но ровно то же самое будет с Путиным. Аккурат в канун еврейских праздников. Список трагедий в приложении, в письменном варианте этого письма. Каждый взрослый человек, он когда-то был ребенок. Поэтому то, что в детстве он вспомнит эти события, для него это радостный момент. Несмотря на то, что холодно на улице, темно, он зажигает свою минору, это дает ему силу на всю жизнь. И самое важное условие Мышааха – это закрытый рот его жертв при их гибели. Не потому ли вы принимаете законы о фейках, запрещающие гражданам говорить правду? Уголовный кодекс предлагается дополнить тремя новыми составами преступлений. Предлагается установить уголовную ответственность за публичное распространение под видом достоверных сведений, заведомо ложной информацией об использовании вооруженных сил, так называемые фейки. Помимо этого, законопроектом дополняется два приутициальных состава, которые касаются публичных действий, направленных как раз на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации, а также вводится приутициальная норма, которая призывает как раз к введению санкций в отношении нашей страны, наших граждан и юридических лиц. Сегодня ставится на голосование третий вопрос нашей повестки о проекте федерального закона о внесении изменений в уголовный кодекс Российской Федерации с третьей чтения. Пожалуйста, включите режим голосования. Покажите, пожалуйста, результат. За 401, против нет, воздержавших нет. Уважаемые коллеги, федеральный закон принят единогласно. Поздравляю вас. Коллеги, законопроект будет незамедлительно направлен в Совет Федерации. Сегодня состоится заседание в 14.00 в Совете Федерации. После одобрения Советом Федерации законопроект ляжет на стол президента Российской Федерации. Президент Российской Федерации подписал закон об изменениях в уголовный кодекс и кодекс об административных правонарушениях. Так, за изготовление и распространение фейков о действиях вооруженных сил Российской Федерации предусматривается наказание до трех лет лишения свободы. Если это делается с пользованием служебного положения, в группе лиц, через интернет и другие возможности широкого распространения, то наказание от пяти до десяти лет лишения свободы. Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные и они получили общественно опасные последствия, ему может грозить до пятнадцати лет лишения свободы. И потому нам молчать нельзя, чтобы не стать жертвами. Я не могу. Нет этого слова. Никого. Не выставить. Никого. Нет этого слова. То есть, я не могу. Я не могу. Я не могу. Мировая общественность сейчас очень стревожена кровавыми находками под штаб-квартирой Хаббада в Нью-Йорке. Под ней были обнаружены подземные тоннели. Французские телеграм-каналы писали, цитата, «тревожно видят матрасы детского размера, которые были извлечены из тоннелей, некоторые с явными пятнами крови». То есть, граждане многих стран знают традицию. Выкачивать кровь из младенцев. В конце декабря в Бруклине обнаружили неизвестный туннель. Домовладелец на Юнион-стрит утверждал, что на протяжении длительного времени слышал по ночам подозрительные звуки в своем доме. Примерно в то же время возле дома велись строительные работы по установке нового водопровода. Когда работы подходили к завершению, рабочие увидели подземный туннель. Туннель соединяет синагогу, в которой располагается штаб-квартира хасидского движения «Хаббат-Любавич». Его длина около 15 метров, высота примерно метр, а ширина 6 метров. Здание, расположенное по адресу Восточный бульвар 770, считается всемирной штаб-квартирой-организацией, которая каждый год принимает тысячи посетителей, включая иностранных студентов и религиозных лидеров. Раньше синагога служила домом главы хасидского движения Йосефа Ицхока Шнерсона. С годами на этом месте возвели дополнительные постройки, так как численность движения выросла. После публикации видео с туннелем в сети стали распространяться конспирологические теории, одна из них о кровавом навете – теории заговора, связанной с убийством христианского ребенка Средней века, в результате которого 15 членов еврейской общины были сожжены на костре. Все дело в том, что среди прочего хлама в туннеле пользователи разглядели испачканный кровью матрас и детскую коляску. Действительно, в исторических хрониках содержится масса достоверных свидетельств о ритуальных убийствах христианских младенцев и последующих наказаниях жидов за содеянные. Случаи эти происходили исключительно во время или накануне иудейских праздников. Еще в IV веке при императоре Константине Великом жиды были изгнаны им из некоторых провинций за то, что распяли христианского ребенка на кресте в Страстную Пятницу. В V столетии император Феодосий велел казнить нескольких евреев за то, что они тайно распинали христианских младенцев. Это случилось в 419 году в Сирии. История средневековой Европы, где компактно проживали крупные еврейские общины, просто изобилует описаниями подобных эпизодов. В 1067 году в Праге шесть евреев были зашиты в мешки и утоплены в реке за то, что выпустили из трехлетнего младенца кровь и переслали ее другим евреям в Тревизу. В киевских пещерах до ныне почивают мощи преподобного Евстратия, память которого празднуется 28 марта. Святой угодник был взят в плен половцами, продан в Корсунь. Жиду, который подверг его разным мукам и, наконец, накануне еврейской Пасхи распял его на кресте, а потом бросил в море. В Германии между Кобленцем и Бенгемом на Рейне до ныне есть часовня с мощами ребенка, замученного в XI веке жидами. Местные католики почитают его святым. В 1172 году во Франции, в местечке Блуа, евреи распяли ребенка, положили труп в мешок и бросили в реку Луару. То же самое случилось там в 1177 году, в самый день Пасхи, и несколько евреев сожжены за это на костре. В 1146 году в Норвиче евреи были казнены за распятие младенца Вильгельма в Страстную Пятницу. Этот случай был задокументирован во всех подробностях. В Глостере, в царствовании Генриха II, жиды распяли христианского младенца во время Пасхи. В 1175 году близ Орлеана сожжено несколько раввинов за умиршление ребенка, брошенного ими после воду. В 1180 году изгнаны за подобные злодейства жиды были из Франции. В 1288 году в Пехарасе евреи замучили ребенка и положили под гнет, чтобы выжать из него кровь. В 1255 году в Линкольне евреи похитили восьмилетнего мальчика, стекли его бичами, увенчали терновым венцом и распяли на кресте. Мать нашла труп в колодце. Евреи были изобличены и сознались. Один из них на месте растерзан лошадьми, а остальные 90 отведены в Лондон и казнены там. В деревне Тархан, Германия, в 1261 году евреи выпустили из семилетней девочки кровь, а труп бросили в реку, где он был найден рыбаками. Евреи были изобличены и частью колесованы, частью повешены. В 1287 году в Бёрне, Швейцария, несколько евреев колесованы за умерщвление младенца, а остальные высланы. В 1295 году евреи вторично высланы были из всей Франции за подобные преступления. В 1401 году в Швабе народ восстал по поводу умерщвления жидами двух христианских детей, запер всех жидов в синагогу и сжег их там живыми. В 1407 году в Кракове народ возмутился по случаю умерщвления евреями ребенка. Убил много жидов, опустошил и выжег дома их и выгнал всех из города. В 1420 году в Венеции казнено несколько евреев за убиенного Великую Пятницу младенца. В том же году в Вене при короле Фридрихе сожжено 300 евреев за умерщвление ими трех детей. В 1456 году в Анконе крещенный раввин Иммануил объявил, что бывший там лекарь из евреев отрезал голову служившему у него мальчику, христианину и собрал тщательно кровь. Он же показал о другом подобном случае, где евреи распяли мальчика, кололи его и собирали кровь в сосуды. В 1492 году жиды по подобным обвинениям изгнаны были из Испании. В 1509 году в Боссингене жиды замучили ребенка и искалов его по всему телу, выпустили кровь, а труп кинули за город. Виновные сознались под пыткой и были казнены. В 1510 году жиды были изгнаны из Англии по такому же обвинению. В 1610 году в Сташеве еврей Шмуль украл младенца, продал его в щедловец, где жиды были схвачены в то самое время, когда истязали свою жертву. Евреи четвертованы, а тело младенца положено в склепе с надписью «Сын Ивана Коваля и Сузанны Нерихотовской, граждан Сташевских, коего глаз кровавой мести взывает об изгнании из Сташева евреев, врагов христианского имени. В 1705 году в Гродне, в Цеймелеве и Ржешове жиды замучили к Пасхе трех христианских детей. В 1750 году жиды по такому же происшествию изгнаны были из каменца Подольского. В 1753 году в Житомире был случай, разысканный во всей подробности и доказанный следствием и судом. Подобные случаи многократно повторялись и в XIX и XX веках. 25 марта 1911 года в Киеве был убит ученик духовного училища Андрей Ющинский. Следствие по делу длилось более двух лет. Суд присяжных признал факт свершения ритуального убийства. Главному обвиняемому по этому делу жиду Менделю Бейлису удалось избежать наказания по причине оказываемого на суд и свидетелей беспрецедентного давления со стороны еврейской прессы и еврейских организаций. В ходе судебного процесса был поднят вопрос о наличии у евреев мистического ритуала, связанного с убийством и использованием крови христианских детей. На суде прозвучали голоса авторитетных ученых, которые однозначно высказались за существование такого ритуала. Книга под названием «Разыскание о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их» разоблачила преступления жидов против наших христианских детей на территории Российской империи. На последних страницах книги находится заключение В.И. Даля. Цитата. Рассмотрев весь этот ряд ужасных случаев и возмущающих душу происшествий, частично доказанных исторически и юридически обвинения жидов в мученическом умерщвлении Пасхи христианских младенцев невозможно считать призраком и суеверием, а должно убедиться, что обвинение это основательно, как ровно и общее мнение о употреблении ими крови сих мучеников для каких-то таинственных чар. Никто, конечно, не будет оспаривать, что в странах, где евреи терпимы, время от времени находимы были трупы младенцев всегда в одном и том же искаженном виде или, по крайней мере, с подобными знаками насилия и смерти. Теперь-то мы точно знаем, где их нужно искать. В Нью-Йорке под синагогой обнаружен туннель. Также в этом туннеле обнаружен окровавленный матрас и детская коляска. Эта синагога относится к партии Гитлера нашего времени, Бенемина Таньяху, который является детоубийцей по древней Кабале, что жертвоприношение младенцев у них практикуется. И мы, мусульман, об этом уже знаем. Каждые 15 минут в Газе они занимаются убийством младенцев, детей палестинских. И пусть Аллах их накажет. И распространить это сообщение везде среди немусульман, чтобы во всех местах, где есть синагоги, проверили подвалы, чтобы там не было туннелей и чтобы там не было окровавленных матрасов и детских кроватей. Здравствуйте, с вами программа «Культурный шок» и я ее ведущий Марк Котлярский. Сегодня у меня в студии Михаил Коган, раввин, журналист, историк, экскурсовод, человек весьма с многогранными знаниями и профессиями. Но поговорим мы сегодня о том, что произойдет в ближайшее время. Во-первых, спасибо, что ты пришел на что-то время, пришел ко мне в студию. Во-вторых, я хочу начать разговор с неожиданного признания. Миша, ты знаешь, я вот думал над темой, которую мы посвящаем сегодня нашу программу и решил, что, видимо, надо покаяться, Мишенька, потому что праздник этот, о котором мы будем говорить, называется Песах, а как известно, на Песах печется маца, а как известно и как утверждают очень многие, маца замешивается на крови христианских младенцев, как пел Высоцкий, и пьют они кровь христианских младенцев, если я правильно цитирую. И вот я думаю, что, видимо, я должен признаться, Миша, да, пью, да, пью, да, пью, да, пью, да, пью кровь христианских младенцев, перед этим, после этого замешиваю мацу. Вот, а теперь ты кайся, Миша, ты тоже, наверное, я думаю, тоже этим можешь похвастаться. То есть ты и пьешь ее, и ешь ее. Да, и ем еще, 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 как бы замешиваю при приготовлении мацы. Замечательно, ну, да, да, я думаю, что достойная тема, праздник Песах и вот кровавый навет, они очень близки друг к другу. А в России эта тема запрещена, хотя ежегодно в мире пропадает более миллиона детей бесследно, а в России до 40 тысяч. Кому они понадобятся? Задайте себе вопрос. Весь мир понимает, что хабадом могут совершаться детские жертвоприношения. Про обряд расскажите нам, что за обряд такой, вот, комарод? Это что такое? Комарод это когда-то, наше вино, он стоит на стол и держит, как бы, курицу и крутит над головой. Сначала петуха, а потом курица. Как крутит? Над головой ее крутят, покажи, как он ее крутит. Во время ритуала птицы крутят над головой, произнося при этом молитву о бренности земного существования и признание жизни из милости, а не по праву. Идея этого обряда предполагает осмысление того, что и нас за наши грехи могла бы, не дай бог, постичь судьба зарезанной птицы. Вот, и мы спасали, чтобы, как бы, все эти грехи, которые мы совершили за весь год, искупляются. Вот. Говорят, что если бы это не курица, мы были вместо нее, как бы, вот. Но потом, после этого, после всего этого курицу убивают. Вот. Но вместо курицы можно деньги, рыбу. Нет, вот смотри, вот ее убивают, да? Вот. Это для чего делать? Зачем ее убивать? Ну, не знаю, честно даже. За грехи. То есть вместе с курицей грехи убиваются, да? Но она ведь там, как вот ее убивают? Ее там, в голову? Специальный, специальный человек, который обучен этому и делает, как бы, кошерно ее, и все. Вот ты смотрела, да, вот это все наблюдалось? Вот тебе не было, допустим, страшно или там, как-то, ну, не знаю, неприятно? Там же не одну вот эту курицу, правильно? Их там, наверное, много? Да, много. И как? Ну, нормально. Ну, нормально, привыкла уже. Привыкла? Ну, сколько лет ты уже это наблюдаешь, что ты уже привыкла? Где-то лет 8, я учусь 8 лет уже в этой школе. И это каждый год? Да, это каждый год. А у нас даже запрещено говорить об этом, хотя это жизненно важная тема, а обсуждение и передача информации по жизненно важным темам нам гарантирует Конституция. Вот исторический пример. Владимир Даль, писатель и военный врач, медэксперт, в 1844 году, не так давно, написал об этом книгу. Разыскание о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их. В этой книге приведены 134 задокументированных случаев злодейского изуверства над детьми. В 2010 году в России эта книга была признана экстремистской и запрещена, хотя она документальна и научна. Но в 2005 году весь Красноярск и вся Россия были потрясены убийством пятерых мальчиков с явными следами выкачанной крови. Бабушка Максима Тауманова расклеивает листовки о пропаже пятерых мальчиков. 16 апреля 2005 года дети из одного двора на Глинке, друзья, ушли на прогулку и не вернулись. Кроме Максима Тауманова пропали Александр Лавренов, Дмитрий Макаров, Галаш Мамедгасанов и Сафар Алиев. В их семьях отныне одни только слезы. Город шокирован таинственным исчезновением и напуган. Родители теперь стараются не отпускать своих детей одних на улицу. Поначалу в деле есть свидетель, приятель пропавших, который якобы видел, как ребятишек затолкали в черную машину и увезли. Пропажа пяти ребятишек, это о чем здесь, сразу начались активные поисковые мероприятия, активные следственные действия. Была создана следственная группа на уровне края. Пропажа детей разбиралась группа из 15 исследователей. Правда, поиски мальчишек в 2005-м затянулись. Три недели понадобилось, чтобы обнаружить останки сгоревших тел вот в этом коллекторе. Для родителей это как приговор. До сих пор они рассчитывали, что дети живы. Прокуратура возбуждает дело об убийстве детей. Это стандартная практика. Не факт, что мальчишек убили, но так руки у следствия максимально развязаны. Из-за большого резонанса дело притягивает особый контингент. Генетическая экспертиза, проведенная в Красноярске, подтверждает, останки принадлежат пропавшим. Эта информация очень важна. И обсуждать ее мы, граждане России, имеем право. И даже обязаны. Это право дано нам 29 статьей Конституции. А вы, гражданин Путин, объявили год ребенка. И мы должны понимать, что закон об эвакуации детей отдельно от родителей, это, наверное, большой подарок к этому году ребенка. Но вы, гражданин Путин, лишаете нас права обсуждения всех наших проблем вслух. Вы подписываете законы, затыкающие нам рот. Хотя главная ваша должностная обязанность – это гарантировать исполнение Конституции, а не нарушать. Конституция нашей страны. Ни в коем случае не позволяет ее менять по вкусу. Все люди, которые в данный момент оказались у власти. И мне нужно очень бережно повторять относиться. Я категорически входит в ее изменениях. Сам процесс начала изменения Конституции – это уже какой-то элемент дестабилизации. Дают оскорбительный, на мой взгляд, для нашей страны, для нашего народосовета поменять Конституцию. Мозги им надо поменять, а не Конституцию нашу. Изменение Конституции под конкретного человека, даже если этому человеку я, безусловно, доверяю, я считаю некорректным. Размывание, расшатывание основного закона, безусловно, означает придти еще к размыванию и подшатыванию самого государства. Основной закон должен быть стабильным. В его стабильности значительная часть стабильности самого государства. Я никогда не менял Конституции, не делал это тем более под себя. И у меня нет таких планов и на сегодняшний день. Вы сделали нормы принятия законов, нарушающих Конституцию. Если бы я считал, что тоталитарная или авторитарная система является для нас наиболее предпочтительной, то я бы просто изменил Конституцию. Как вы понимаете, это было легко сделать. Сейчас ситуация в стране изменилась кардинальным образом. По сути, у нас уже другая страна в этом смысле. И, конечно, поправки востребованы. Потенциал, конечно, ее позволяет нам сделать эти шаги по этим изменениям в связи со стремительно меняющейся ситуацией в стране. Принципиально важно, чтобы обновленная Конституция объединяла людей вне зависимости от политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедения. Конституция – это не случайно ее называется основной закон, который должен консолидировать все общество. Думаю, что у нас получится вынести на общероссийское голосование именно такой проект поправок в основной законе. Никогда не слышал от вас, что страна должна вернуться в 90-е годы при всем позитиве, связанном с демократизацией страны, но вернуться в годы тяжелых испытаний для граждан – этого, наверное, точно никто не хочет. Но нам недостаточно просто подвести черту под определенным этапом развития нашей страны. Нужны гарантии невозможности отката назад в том направлении, в который мы не хотим возвращаться. Недопустимость новых попыток раскачки страны – тоже этого никто не хочет. Многие из вас были свидетелями этих тяжелых событий, уверен, ничего подобного не должно повториться в нашей истории. Пакет Яровой обязал всех провайдеров и операторов сотовой связи ставить спецопорозование для прослушки и хранить всю информацию об абонентах, как о преступниках, сведения об интернет-соединении, звонках, сообщениях, геолокацию. Ну а в середине этой недели президент России подписал еще один документ – это антитеррористический пакет Яровой по фамилии автора депутата Государственной Думы. Пожалуй, ни один закон так горячо в стране еще не обсуждали. Изменений действительно очень много. Вот самые важные пункты. Несообщение о преступлении или подготовке к нему. Теперь за это грозит уголовное наказание. Ужесточена ответственность за призывы к терроризму в социальных сетях, а также за оправдание терроризма. Максимальное наказание – 7 лет лишения свободы. Самая бескомпромиссная дискуссия развернулась вокруг пункта о работе сотовых операторов. Поправки обязывают их хранить всю информацию о звонках и сообщениях клиентов в течение трех лет. Рынок связи отреагировал моментально. Мол, платить придется людям, цены на услуги взлетят. Ведь понадобится создавать специальные дата-центры, это для хранения данных. И вложиться нужно будет как минимум еще в программное обеспечение. Эдвард Сноуден сравнил антирористический пакет Яровой с законами Большого Брата. Бывший сотрудник ЦРУ и НБ считает, что эти законопроекты нереализуемы. Российский закон Большого Брата нереализуем и не оправдан. Он нарушает права и ни в коем случае не должен быть подписан. Массовая слежка не поможет. Этот закон будет забирать у каждого россиянина деньги и свободу, но не усилит безопасность. Эдвард Сноуден ссылается на персонажа романа Джорджа Орвелла «1984», где описывалась слежка государства за гражданами. Напомню, накануне пакет законов от депутата Ирины Яровой, сенатора Озерова, утвердила Госдума. Товарищ Гинзбург, Соломон Гинзбург, люди вашей крови так много сделали для нашей страны, мы до сих пор очухаться не можем. Вы нам устроили Октябрьскую революцию, устроили 1941 год и 1991 год. Во всех бедах страны, конечно же, снова виноваты евреи. Если вы заинтересованы в дополнительной информации о любавическом движении и о приходе мышаха, звоните по телефону 718-854-306 или пишите по адресу 605 Ocean Parkway, Бруклин, Нью-Йорк, 112-18, Соединенные Штаты Америки. Продолжение следует. Продолжение следует...